Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Я хочу показать вас, что вы пришли на этот вечер, на эту погоду, я всех поздравляю вас с праздником, и, наконец, хочу привести эту краску. Я вам еще попросила рассказать, что все, что я хотела сказать об этой краске, можно сжать до 45 минут, можно даже еще меньше, еще быстрее. Меня попросили говорить два с половиной часа. Вы меня дернете за руку, если начнете заниматься информацией, потому что это. Итак, красок много, но так получилось, что в компании Мамберс я устроился в 95-м, как я уже 17 лет, краска, и примерно с 2005 года я начал заниматься краской в этом году. Появление хореки знаменует собой появление новой генерации, нового поколения красок, которых не было до этого. Я вам покраска сейчас пытаюсь рассказать, в чем здесь основная фишка, основная особенность. Как вы знаете, красок много, и паритов тоже много. Есть парит, к которым вы пользуетесь, к которым вы привыкли, которые есть с пациентом, он может прийти, большой выбор, 2000 цветов в каждом генере. И вот приходит человек, допустим, пациент выбирает до себя цвет, у него есть один генер, второй, третий, четвертый. Получается, что у него 8000 разных цветов, а мы же только один. Один, который правильный, который в данный момент является актуальным, работает с текстелем, с наборами, с существующими генерами. У меня раньше тоже не существовало такого вопроса, как выбрать цвет. Вообще, нужно ли обращать на свет внимание? Оказалось, что у нас достаточно консилеев, вот так, ну, пальцем, вот такой. На леве все совершенно по-другому. Приходит он с женой выбирает цвет своей комнаты, выбирают какой-то один перциковый, и среди 8000 цветов они теряют, потому что там как минимум 100 перциковых оценков есть. Я думаю, что вы сами сталкивались с этой ситуацией, да? Но, на самом деле, худшее, это не метод, когда покупается эта краска, выкрашивается на этой комнате, непременно есть ощущение, что соседний цвет будет лучше. Вот, это просто тянет свою зарплатовую психологию. У меня была интересная встреча в прошлом году с генералом, который работал в Тепуриле. Он, таким вот Тепурилом, является старым хорошим показателем с панатом этой краской, и она говорит, конечно, здорово, хорошо у вас возникает краска, но я не понимаю. Она говорит, я не знаю, это женщина, я не понимаю. Я говорю, хорошо, я вам объясню, сколько компаний Тепурилу инвестировало в прошлый год в цвет? А зачем? Они инвестируют цвет каждый день. Это их основная работа. Второй год принялся 70 лет назад. Он, примерно, 25 лет назад создал политику, которую раз в 2-3 года обновляют, так, чтобы она всегда оставалась актуальной. Я вам буду рассказывать очень. Так же делаем трендный грэм. Первый грэм, он имеет отношение к 18-му столетию. Он видит, как он сегодня предельствовал, были в таком виде, на то есть последний год, он тоже отправляется каждые 2-3 года, чтобы осталось актуальным. Чтобы это сделать, чтобы сделать удобный процесс выбора, и для обывателя, и для профессионала. Очень важно, каким образом подобраны цвета у них, какая у них суть. И у них есть история, у них есть большая проработка. Так и вот так, чтобы они еще друг с другом сочетались. Итак, я готов вам презентовать Артемиду. Замечательная компания, я просто вдохновляю вам. Я занимаю шоурум. Мне нравится здесь абсолютно все. Мне нравится ответственность и вдохновение, с которым мы поместились в продолжающем Артемиде. Полиция Артемиды. Сейчас я здесь включу. Я не очень понимаю, как вы что-то работали. Я говорю, ну пожалуйста. Если вдруг там будет слово «черный фронт», скажите, пожалуйста. «Черный фронт». Компания «Фэрмбол» появилась в 70-е годы. Она в этом году обмечается 80-летие. В честь этого обновила свою политику. Ну, это в последний раз было три года назад. И теперь полиция будет вот так. Когда я начинал работать в красках, я работал с обычной строительной краской. У меня было много этих больших полировок. Поэтому, когда однажды в моей обороне оказался дизайнер, например, это был 2004 год. Я был уже, знаете, ну, не заскать себя двору, да? Я был такой проститый полировщик. Он любил подбирать разные цвета. Мне приходит женщина-дизайнер с какими-то дейром, по столовушкам. Бренды, которые я до этого, о чем я еще не слышал. Когда пришла коммига, смотрите, я хочу вас больше не познакомиться. Это «Фэрмбол». Я начинал его взворачивать. Вдруг понимаешь, что после лееров, которые бесит прям, да, он вылет каким-то коротким, через чего. Здесь всего 132 цветов. Я говорю, а что в этом особенного на этой цели? Я сейчас конкурю. И вам расскажу, мне нужен цвет из этой революции. Она фотосовывается в «Мочце». Я был для вас совсем не готов. У нас первый цвет, который это добрал от «Фэрмбол». Это был 2004 год. Был опытный дизайнер, прекрасный видится, да, что это может быть в «Фэрмбол». Что-то просто скрушаем его премиумы. Я тоже был одновременно. Я беру видео в «НЦС», я познакомился с «НЦС». И вдруг я вижу, что в «НЦС» нет цвета, только обещая модель. То есть, можно из чего от этого выжать, но надо менять полный. Я беру видео в «НТАОР», уже более известный, как «Секурили». Я вижу, что «Секурили» его тоже нет. И я подобрал этот цвет. Я ему, конечно, заинтересовался только, он меня не расставил. И спустя две недели приходит уже следующий дизайнер и говорит, «Вы две недели назад подобрали «Фэрмбол». Я говорю, ну да. «Вы можете подобрать другого цвета из этого дерева?» Ну, я подобрал другой цвет из этого дерева. Через неделю пришли сразу два дизайнера. Говорит, «Вы неделю назад подобрали для одного дизайнера цвет «Фэрмбол». А можете для нас подобрать разные цвета из этого дерева?» Я говорю, да. Я стал, ко мне стали постоянно приходить, распространилась информация о том, что есть какой-то магазинчик, маленький, крохотный, который подбирает цвета по второму окну. Я стал узнавать, что палитра, на самом деле, действительно особенная. Она отличается, ее каждый цвет надо подбирать, потому что его нет ни в NCS, ни в инкалорке. Цветов, вроде бы, мало. Я вижу, что заинтересованность дизайнера этого палитра она чрезвычайно высокая. Однажды, в 2005 году, в 2007 году, то есть уже было по-настоящему давно, когда пришла дизайнер, она из Парижа привезла маленькую баночку пробник в краску «Фэрмбол». Вы говорите, «Можете мне это добавить какой-то цвет, 57-й, с «Фэрмбол». Как вы видите, на что он похож?» «Черным матом». В самом деле, чтобы понять, черного или нет, нужно, конечно, всегда иметь какие-то основные, да? Он так и работает. Это темно-графитовый цвет, и чтобы был избран, надо немножко добавить белого, и добавить окна, чтобы он остался неправильным. Да, да, он должен неправильным мне делать, потому что если его просто добавлять белый черный, он останется холодным. Вот. Я замешал наезд проектной краски, которая у меня была, я замешал цвет под «Фэрмбол», но, кстати, было не такая простая задача, как кажется. Вот. Но у меня есть живая краска, живой второй «Фэрмбол». И я решил сравнить. Я выписывал в листе «Фэрмбол», на тот же листе «Фэрмбол», что я замешал. И вот, у меня просто поразила разница. Цвет, вроде бы, вот так вот, одно и то же. Но абсолютно визуально церковь легко будет. Понятно и видно, что они, отчаясь так, не так теми визуально, словно, по-моему, словно дымчатый арматура сихолог. Да. Мне это, знаете, хотя бы, было с первым танком, но проходил с краской. А то, что я всю жизнь продавал бы этого, выглядит так, мелкая наждачная бумага в легком. И это настолько заметно, то есть, это понятно, даже забывать в любом году, что одна краска действительно премьер-болгом, а другая краска будет премьер-болгом. И в том, что этот цвет очень похож на то, что я подобрал. в тот миг, я понял, что пора заниматься, упрощаясь, заниматься в любом году. Я написал письмо компании «Феррум Голл», и уже через 10 месяцев я был в своем заводе, и мы договаривались о том, что это моя компания, которая надо ставить стабильным. Так началась очень долгая история, очень успешная история развития продаж этой марки. Марк отличается во всем. Во-первых, отцы-основатели семьдесят лет назад Джон Ферруй и Ричард Болл оба были химиками. Это был, по сути, 46-й год. Они немножко опоздали, но они разработали формулу краски, которая не позволяет кораблям декоровать. Ну, специальную формулу краски, чтобы сформулировала пробу не менее заметно. Вот. Но война прекратилась, и краска оказалась не нужной. Они поступили в полностью выживаемости с самого начала и продолжили рынку индустриальной краски. И потом, когда их не стало, уже там 70-е годы, 60-е годы был продан, и все очень дорого и создались индустриальные краски. Большое изменение в компании произошло в 1994 году, по сравнению недавно, 22 года назад. Я пришел в новый владельце и решил делать интерьерную краску, используя наработки степенью блесно-мотовой краски. Очень важно. Матровая краска фоломбол отличается от сет матовой краски, которые здесь существуют. Сет, которые, допустим, мы здесь, на самом деле, по всем предметам, подобной красотой матовой краски никому не позволяйтесь. Действительно, выявляется на небольшой требовательности. Она может быть не столь устойчива, как любая матовая краска, но она очень благородная. Для тех, кому нужна большая устойчивость, чтобы фоломбол не из другого материала, он будет легкий блеск. Ну, скорее, об ассортименте он очень скучно. Вот. И, в основу палитра, он был владелец, что он будет сделать другой маркетинговый паркл. Необходимо начинать его палитру. Но это вот никто так не делал. И фоломбол начал сотрудничать с ассоциацией по охране памяти и по охране памяти с ассоциацией по названию «Нашний образ». То есть, на крае, в принципе, эта память достаточно инвестиционализирована, и, например, память на память может и частный рисунок. Ну, собственно, для нас тоже не исключение, да? Но он не должен просто владеть, он должен был восстановить пункты, как он был изначально. Это очень большая работа, да, по аутентичности. Это уже следующий шаг, он помнит, какие-то часы, предоставляющие свободные отходы. Это очень интересная история. Какие-то памятники должны быть свободны для обхода, для грузения. Краска, которая должна быть применена, она должна идти на аутентичность. Если три столетия назад использовали свинцовую краску, знаете, сейчас я ее не призволю, это просто, она ее нельзя купить в магазине, то для реставрации нужно быть именно свинцовую краску, именно с теми пегментами, которые были примены. Поэтому аналитика, исследовательская работа, она основная при реставрации этих памятников. На самом деле, да, у нас есть такое упущение, там это поставлено по такому, вы знаете, здесь паспорт посадок, паспорт здания, да, там прям прописано, какой должен быть материал. Если это звисковая краска, то должен быть звисковая, тип такой-то, красители такие-то, пигмент такой-то, или образец. Но это точно так же с эссенциовыми красками, с эссенциовыми отластами, да, вы забирали, когда красили с эссенциовыми красками, это самое в дальнейшем, на самом деле, с эссенциовыми источниками. Так он получил первую наработку цвета. И первая парика, которую он создал, она была всего 60 отеков ниже, чем сейчас. Она оказалась коммерчески проваленной, что-то, собственно, не удивительно. Например, цвет, как ты можешь назвать этот цвет? Ну, на что он похож? Заказчик выбрал сам. Да. Ну, он называется известковый белый. Если вам нужен известковый белый, то вот этот цвет, номер один. Номер один, значит, что он самый светлый по-другому, на тот момент, 94-х годов. Чтобы понимать, вот такая разница, да? О, разница гигантская. Как профессионал, нужно знать, что есть некое свойство адаптивности, улучшающего доза, если вы все выказали таким цветом, будет сочетать это талоно белое. Вот. Но если вы эту комнату поставите на что-то типичное белое, то вы сразу увидите, что это желтый, да? То есть, надо всегда помнить. Надо всегда также помнить о том, собственно, почему изисковый белый, да, он окажется комфортным, например, по сравнению с этой сферой, для интерьера. Вы видите, да, разницу? Ну, потому что, натуральная пигментация, можно многое от темно дискуссировать, но вроде бы так, человек это через геноцветы пустил. Когда-то, человек произошел, изолятор, 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 вот, живут, прищерб, и живут минералы, да, и красит, соответственно, какими-то минералами, изображивающими стенами, которые были доступны, волка, лунда, изолятором, да, поэтому, таким направлением сфера, мы, человечество себя очень комфортно. И, поэтому, такой цель, в этом периоде, он значительно не нужен, как комфортно будет стоять для человека, для его жизни, да, для себя, для себя, Кстати, от этого тянется очень много вещей, связанных со стройкой. Есть, сегодня у вас, архитекты? Правильно. Какой самый главный цель, архитекты? Я всегда думал, что делают. У нас, на самом деле, делок очень много. Ну, сейчас серый, потому что сейчас такой камень, когда цепляет память. Уже, понятно, ошибочность такого построения, только на основе исторических картинок, где-то, в 96-м седьмом, продается, уже нормально, понятно нам, паритры известны, 132 цвета, исторических, здесь только часть, но они до сих пор в паритрах присутствуют. Так, например, есть свет, вот, на contум染option, кстати, я тоже об diesemом surrounded possiamo. Спасибо. Скажите. Так что нам нужно? Спасибо. Архитектная с 6-т Watdesfielduy celtят